В походных и полевых условиях окопные свечи выполняют для бойцов функцию портативного обогревателя или плитки. На огне можно подогреть еду или воду. У таких свечей пламя больше и мощнее, чем у обычных, и горят они достаточно долго. К тому же окопные свечи не затухают на ветру, их не жалко потерять или выбросить. Три ключевые компонента для их изготовления – консервная банка, картон и парафин. Собираются консервные банки, чистые, с ровными краешками. Нам люди приносят, любой человек приносит одну, две, три баночки. Мы их складываем, у нас уже накопился огромный мешок, туда устанавливаются фитильки, картоночки. Все, банка готова для заливки. Дальше заливается парафин, он в два этапа заливается и свеча готова. Инициатива делать окопные свечи изначально принадлежала волонтеру организации «Золотые руки Ангела» Маргарите Прохоровой. Она посмотрела технологию и запустила процесс изготовления окопных свечей в домашних условиях. Узнав об этом, члены армира предложили женщине для работы свою мастерскую, где есть все необходимые технические условия. К помощи волонтерам подключился и храм всех святых. Свечные огарки также идут на заливку окопных свечей. Я задавал напрямую людям вопрос, потому что мне самому было интересно, а действительно ли они нужны. Говорят, да, действительно нужны. Их даже можно ставить в блиндажные буржуйки. То есть вместо дров ставится несколько свечей, и они способны отапливать. Нет дыма. Сделать свой вклад в изготовление окопных свечей может любой желающий. Молодежное объединение «Армир» принимает чистые консервные банки без острых рваных краев. Также волонтерам можно принести парафин и картон, который не содержит клея или ламинированных элементов. По всем интересующим вопросам обращайтесь в объединение «Армир» при клубе здоровья Центра внешкольной работы или пишите сообщение в группе ВКонтакте. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Служба новостей Саров, 24.